всем привет дорогие девочки всем привет одеты из канады о и мальчики наверно тоже я не знаю сможет меня не смотрит на всякий случай поздороваюсь я вас поведу в магазин который называется simons это чисто канадский магазин это мульти брендовый магазин это такой как большой большой department store то есть в нем продаются всякие всякие вещи начиная от одежды и кончая одежды всем остальным магазин основан был в 1840 году веке французской канаде и основали его два отец и сын эмигранты из шотландии ирландии не помню не суть и вот с 1840 года до сих пор существует в кубеке французской канаде их намного больше этих магазинов у нас их меньше но тем не менее у нас они есть постараюсь поснимать как можно больше вообще сегодня в моле потому что у нас грядут очередные закрытия нам обещали что она закроет снова и снова закроет и поскольку никто не знает чем это выльется завтра нам сообщат об этом то вот я думаю что конечно магазин закроют по крайней мере в туэре в которой вот я снимаю обычно это близко от торонто так что постараюсь сегодня наснимать а там уже как все пойдемте так ну давайте смотрите заменяться в него в магазине нету никого ни одной живой души о кстати посмотрите что я вижу когда олечка из вилляндии привет тебе у нас оказывается продает маримека я не знала и продает его в магазин под названием саймонс давайте посмотрим в какой у нас какая у нас тут есть маримека хочу кстати сказать посмотрите made in lituania то есть это сшито в литве представляете классно цель нету хотела бы посмотреть что сколько стоит я не вижу или нету а это made in эстония это в эстонии вот так вот ну маримека с их типичным типичным дизайном и типичным рисунком вот это мне нравится прям красиво и снова я пытаюсь найти цену цена наверное является страшным секретом что у нас тут ага здесь жакмюс или жакмюк правильно его называть я не знаю но видите никого нету потому что потому что здесь дорогие бренды и это дорогой магазин посмотрите какие какие прищепочки здесь чтобы не украли платьица по цене 605 долларов а это стоит 625 есть нехорошее чувство что мне сейчас с камерой попрут отсюда смотрите какой плащ интересный вы понимаете в чем тут делать здесь как будто бы сделано встроенная джинсовая куртка сзади эти вот такие вот куски джинса в общем вот очень интересное очень красивое пальто но это пальто ланвин кстати а не жакмюс хотя висит вместе жакмюсом стоит она всего лишь 4425 долларов но мелочи какие жизни так примерочные закрыты конечно это у нас снова жакмюс простите меня если неправильно говорю 445 долларов стоит вот такой вот маленький малюпусечный кофточка вот такой вот очень интересная очень интересная даже не знаю как назвать ее одежда как внизу 425 долларов девочки нет серьезно да да серьезно селф портрет очень красивое платье я знаю но они такие знаете по моему немножко вышли из моды вот эти все кружева офигенные вот такие вот кружева красные черные причем эти платья селф портрет у нас и тоже цены нету так странно правда а вот мысли 542 долларов вот такое платье ну по-моему это уже какой-то немножко начало двухтысячных хотя они продолжают надеять продавать розовенькой космар слышу что кто-то идет ошибаюсь прячу камеру девчонки не знаю потому что что у меня выгонит отсюда вот это кстати тоже маринеку 350 долларов издали вот такой вот интересный типичный такой рисунок маринеку девочки я не знала что у нас в канаде продают маринеку я только знала что у нас есть коллаборация маринеку с я никлоу я не знала что у нас продают маринеку маринеку это хуго босс хуго босс 498 ну вы понимаете цены вы видите вы понимаете почему здесь никого нету тетинги продавщицы смотрят на меня подозрительным взглядом 498 я постараюсь отойти отсюда кто-нибудь подальше ну вот скажите что за жизнь что за жизнь что надо прятаться чувствовать себя каким-то преступником даже не знаю если у них можно снимать или нельзя но я боюсь спрашивать когда спрашиваешь как правило не разрешают очень редко разрешают какой-то бренд вот так называете я даже не знаю никогда его не слышала о нем ну и это уж конечно немножко подешевле чем чем все эти вот дорогущие jacques 30 на 50ắt уже 780 долларов ну так она выглядит цвет такое красивая так как это как и знала место паркомras вынутая мятая здесь не ничего не нравится брелки И вот такой вот очень-очень давно вышедший из моды пиджачок. Такие пиджаки вышли из моды года три назад. Стоит он 89. Вот с этими вот отворотами. Называлось каскад. Уже их прокляли все стилисты. А у нас продают. Белая юбочка. Почем? По 90. Ну, вот такая юбка, не она. Хорошая, обученная юбка. Пытаюсь вам найти что-то интересное. У меня на самом деле две задачи. Найти вам что-то интересное, не попасться на глаза продавцам, чтобы меня не поперли отсюда. Так, ну я так понимаю, что видите, у них есть своя линейка. Саймонс. И этот тренчик. Сколько стоит Саймонс? Саймонсовский тренчик 130 долларов. Ну, так он и выглядит, как он стоит. Есть потемнее, посветлее. Есть черненькие. Есть, здесь вообще всякие куртки, пальто. Честно, вот самое интересное было в начале. Там, где было Мари Майко и было красивое пальто. Смотрите, какое тоже их Саймонсовское. Очень красивого цвета. Такой классический фасон. Так вот, самое красивое и самое интересное было в начале, где было Мари Майко и был Жак Мю. 150 оно стоит. Ну, оно вблизи не такое. Оно просто цвет красивый. Качество очень. Не какие-то тут нитки, в общем. Ну, ладно. За 150 долларов не будем придираться, правда? Нашлись еще такие симпатичные платьица. 182 доллара стоит платье. И выглядит оно очень симпатично на лето. Просто прелесть. Ну, 172 доллара, конечно, жестоко. Так, это почем у нас? А, вот цена. Не там я смотрю, пардон. 199. И это такое платье цветное. Нашлечко сарафанчик. Вот куда надо идти за сарафанами цветными. Не вычинем. Красивая очень расцветка, но оно и стоит. Не как вычинем. А эти сарафанчики по 99. А видите, есть двух цветов. Вот такого цвета расцветочки. Хорошенький. Очень хорошенький на пуговичках, на шлеечках. И вот такой расцветки в цветочках. Белый с розовым. А вот этот... А вот этот мне прям нравится. Прям красивый. Прям согласитесь со мной, да? Прям вы согласны, да? Здесь какие-то защиты. В общем... Это какой-то бренд. Тоже они здесь его продают. В этом магазине. Видимо, какой-то... Сейчас я посмотрю, где его делают. Может, это наш лебекский, французский. Вот именно наш канадский. Интересно мне сейчас поищу, кто его производит. Ну, предчувствую, меня обманули, потому что делают его в Китае. Сто процентов используемый. Ну, он хорошенький такой. У него внутри подкладочка такая. Неплохой. Смотрите, какой комплект. Очень красивый такой пиджачок. Коротенькая юбочка. И вы будете смеяться. Вот этот пиджак, вот этот пиджак, к которому я сегодня пришла. Посмотрите, как они похожи. Стоит упомянуть, что это на пиджаку лет 20, наверное. Но вот мой пиджак. И эта расцветка этого костюма. Это просто... Просто один к одному. Смешно, да? Я нашла очень красивое платье. Какой-то бренд. Смотрите, называется он так. Называется он... Вот так. Называется он True Decadence. Настоящий Decadence. Посмотрите, какая красивая ткань. Посмотрите, как красиво оно сшито. Я сейчас постараюсь его заснять полностью. Здесь сверху такой лиф. Очень красивый, интересный рукав. Посмотрите, как сделан рукав. Интересно. Жалко, что нельзя его примерить. Я бы с удовольствием. Стоит оно, правда, 350 долларов. 345-346. Да? Правильно? Да, 306. Посмотрите, какая красота. Очень красивый, интересный рукав. Вообще он так красиво сделан. Красиво. Пытаюсь идти подальше, чтобы его снять полностью. У меня не получается. Еще здесь есть очень интересный... Этого же бренда. Они дорогие, конечно. 220 долларов. Посмотрите, какое красивое платье. Посмотрите, как красиво сделан лиф. Красивая рукава. Интересные и красивые рукава. И простая, обычная узкая юбка. Но очень красивый цвет. За счет этого оно выглядит очень интересно. И еще одно платье того же бренда. Оно стоит 398. Посмотрите, как интересно оно сделано. Тоже такой же вот интересный лифт. И такая пышная юбка. Но это прям, знаете, длинное оно до пола. Я не пойму, в чем тут прикол. А, он такой разной длины юбка. Это прямо может сойти за свадебное платье, если кто-то хочет жениться в голубом. Да, симпатично. Так, это у нас сцена. То бишь, распродажа. Ох, какой красивый голубой сцена. Это у девочки, смотрите. Очень красивый. Вот он висит на распродаже. За всего лишь 40 долларов. Размер large. Мне прямо он понравился. Даже то, что он large. Мне кажется, что он как раз мне будет очень даже неплохо. Ну, посмотрите, как красиво. Какой потрясающий цвет. Сейчас я посмотрю в состав. 40 долларов. Что это за бренд? Вот так называется. Не знаю. Первый раз слышу, но цвет потрясный. Так он выглядит на манекене. Посмотрите. Это свитер, платье, свитер, платье. Что-то такое. Да, ну состав полная синтетика. Я посмотрела. Ну, что же вы хотите за 40 долларов, чтобы вам еще и шерсть продавали. Симпатичная курточка под курзан. На сейл за 80 долларов. Вот такая компания. Так называется. Я все бренды девушки не сниму. Я даже не знаю, это у нас канадские. Или это какие-то другие. Ну, как бы там ни было. Коротенькие юбочки замшевые, черные и коричневые. Я думаю, что это настоящая замша. Хотя за 100 долларов. Ну, чувствуется как настоящая. Коротенькие совсем. Это еще очень красивое платье. Я попытаюсь его снять. Там прям стоит продавщица. Я не хочу подходить близко, но мне он не понравился. У нас такая интересная ткань, сжатая. И стоит она 89 долларов. Не так страшно. Интересно, как он выглядит сзади. Вот так вот она выглядит сзади. Какие-то завязочки, завязочки, полуголая спина. Это, в общем-то, платье-парашют на самом деле. Корточка хорошенькая. За 50 баксов. Ну, видите, здесь вот разные есть вещи. Есть такие. Такая же сиреневая. Есть такие были вот в самом начале дорогие. А, в общем-то, здесь уже такое по-чиповее, да. Я еще, может быть, вернусь к дорогим. Там есть сумки, я хочу посмотреть. Пойдемте. Кстати, одел маримека аксессуары. Кепочку. Носочки. Так как надо. Шарфики. И сумочка. Ну, у нас этот бренд не очень известен. Поэтому, как бы, они ее, конечно, не продают. Но у нас это не то, чтобы что-то такое особенное. Смотрите, какая симпатичная сумка. И стоит она 99, правильно? Было 150. Хорошенькая такая маленькая. Приятная. Вот еще малышка какая симпатичная. 150. Там наверху красивого цвета. Красивый такой мешок замшевый. Царство бежун. Что-то ничего такого, правда? Как-то все. Скромненько так, грустненько. Миллион всяких на волосы заколок, бантиков. Такой, например, браслет серебряный. 20 долларов стоит. Такие браслеты. Я сама смотрела, камеру не навела. Это браслеты где-то 15. Да, это, я думаю, браслет. Симпатичный, кстати. И не очень дорогой. Можно сказать, что дешево. Сережечки такие, кольца. А, вот эта цепочка. Такая же. Красивая, кстати, симпатичная. Почем цепочка. Цепочка за 20. Вот, может, такой комплект собрать. Цепь и браслет. Красивый, кстати. А есть браслет еще такой же желтый. И есть браслет такой же белый. Есть такая же белая цепь. Есть цепь такая, видите, вот это двух цветов. А есть такие же желтые, по-моему. Нет, они все по цвету. Вернут я в начало. Здесь есть очень симпатичные пиджаки. Это там, где все дорого. Вначале у них все дорого. Смотрите, какой красивый. Очень симпатичный пиджачок. И вот такой же есть в клеточку. Смотрите, какая пуговица у меня. 800 долларов они стоят, эти пиджаки. И вот еще есть такой интересный. Видите, вот такой вот бренд. Не знаю, вот этот же сколько этот стоит маленький. Ну, я вернулась. Я вернулась в Мари Мэку. Я уже здесь снимала, собственно говоря. Больше так особо ничего интересного здесь и нет. Но я впечатлена. Вот буду знать, что у нас продается Мари Мэка в Канаде. Только с ценами что-то я так и не разобралась. С цен нет. Ну, смотрите, допустим, вот такая вот блуза. Маечка, собственно говоря, стоит 150 долларов. А вот эти платья... Да я не нашла на лекции. А, собственно говоря, я не там искала. Вот. Вот где цена. Ага, 440. Ну, в общем, не дешево, конечно. А вот это мне прямо очень понравилось. Интересно, сколько оно стоит. Что-то в нем есть такое в расцветке. А, оно стоит 330. У нас стоит дешевле. Но все равно дороговато, конечно. Дороговато будет. Так что вот так, девочки. Из Финляндии. Продается у нас Мари Мэка. А, кстати, этот свитер United Colors of Benetton. Это Бенетон. Сколько он стоит? 120. Это 119. Видите? Интересно, какой правиль. Я не знаю, это здесь... А, здесь все Бенетон, видите? Возочки. Спасибо. Из Финляндии. Из Финляндии. Из Финляндии. Из Финляндии. Как жалко, примерщины закрыты. Мы обязательно сюда вернемся, когда они откроются. Привет. Это, кстати, я. Мой аутфит. И светорук я ношу с собой. Не знаю, куплю, не куплю. Пока что думаю. И вот хотела вам показать возле зеркала. Смотрите, какая интересная штука. Написано U-Code here. То есть, если вы хотите что-то примерить, если вы хотите что-то примерить, и вы не знаете, куда одевать свое пальто, то вы можете их повесить сюда вот на этот крючок. Очень удобно. Бенетоновский свитер за 90. Я даже не знала, что у нас придется Бенетон. Слушайте, я вам, естественно, скажу про этот магазин. Я была один раз в нем в Монреале, когда мы ездили. И, собственно говоря, здесь, хотя он у меня под носом, он находится возле моей работы. Я никогда не была. Хорошо, что у меня есть YouTube-канал. Таким образом, я хоть узнаю, что у нас в Канаде тут подается. Ну что, девочки, я с покупочкой. Купила я все-таки свитер голубой. Платье-свитер не удержалась за 40 баксов. Эх, согрешила. Плюсы и недостатки ведения своего канала. Хочешь по магазинам вам показываешь, заодно себе покупаешь. Чего уж там, да? Хороший магазин, неплохой. Есть интересные вещи. Я очень импресса от того, что в нем есть маримейка. Я не знала. Вот так полезно иногда. И еще раз повторюсь, что я... Это не мой go-to-store, потому что я была там как-то один раз. Меня особо ничего не впечатлило. Ну вот, решила вам показать. Сходила сама, и мне там кое-что понравилось. Хотя цены, конечно... Ну, маримейка вообще дорогущий. И, в общем, короче, все остальное... Вот свитер нашла дешево себе. За 40 долларов. Надо померить. Примеришь, не закрытый. В общем, померю, потом расскажу вам, как он мне. Все, девочки, на сегодня все. На сегодня все с Саймонс. Я еще, может быть, оббегу здесь пару магазинов. Может быть, где-то что-то поснимаю. Но на этот влог я с вами попрощаюсь. Всего доброго. Люблю, целую. Ваше Дито.